Добрый день, уважаемые любители исторической художественной прозы. Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор книг серии Сибириада, которая выходит с 2006 года в издательстве Вечи. Эта серия заслуживает большое внимание среди пользователей библиотек, и мы хотим представить вам несколько книг этой серии. Сибириада посвящена истории и освоению сибирского края. Писатели от Владивостока до Сибири рассказывают на страницах этой серии об истории становления жизни людей этого сурового края. Действие романов, как правило, основано на реальных исторических событиях, происходивших в разные эпохи становления Сибири. Один из таких романов, мы хотим предложить вашему вниманию, это роман «Золото и игры» Дегтярева. 16 век. Время правления Ивана Грозного. На западе против русского царя зреет заговор. К Ивану Грозному прибывает английский посол, капитан Ричардсон. Причем едет он якобы с севера, обогнув скандинавские страны и потерпев кораблекрушение в Белом море. Однако в действительности целью путешествия Ричардсона было исследование прохода Капской губе, а сделано это было для того, чтобы забрать у Московии, отнять у Московии всю Сибирь. Удастся ли это сделать, мы можем узнать из романа «Золото и игры». Следующая книга. Владимир Топилин. «Дочь сетых Белогория» – это первый роман, рассказывающий о Сибири конца XIX века. Жизнь здесь течет своим чередом. Малые народы северно, коренное население тайги, переселенцы, их отношения складывались далеко не всегда благополучно, а золотая лихорадка внесла свою жесткую ленту в размеренную жизнь простых таежников. На одном из приисков коварный приказчик, воспользовавшись случаем, завладел товаром хозяина и, не считаясь честью и достоинством, подчинил себе семью тунгусов. Обманутый за бой и его жена продолжали существование фактически на положении рабов долгие годы. Незавидно складывалась жизнь их дочери Ченки, молодой девушки-охотницы. И, вероятно, в будущем ее ждало бы мало радостных дней, если бы не спасенный ей в тайге человек, который думали, что погиб в биологической экспедиции. Продолжением романа «Дочь седых был в Белогории» является вторая книга из этой серии «Тайна озера Кучун». На пороге XX века в Восточную Сибирь захлестнула эпидемия золотой лихорадки. Вчерашние спокойные, добродушные таежники, промысловики, охотники на глазах своих близких превращались в волчных и беспощадных стяжателей, либо в забитых и запуганных полурабов. 16 лет минуло с той поры, как за бой его семья оказались на затерянном в тайге прииске. Не по своему желанию, но обманом, завлеченной туда хитрым и жестоким хозяином. Но однажды Ченко, дочь старого тунгуса, нашла в лесу полуживого геолога, выходила его, и жизнь постепенно стала налаживаться. Вот уже и своя дочка подросла, превратилась в славную охотницу, а мрачные загадки прошлого не отпускают. Кто же все-таки погубил экспедицию геологов? Настигнет ли возмездие и разбойника, убийцу Агафона? Тот ли он человек, за которого себя выдает золотопромышленник Набоков? И кому, наконец-то, станется риск новотроицкий? Обо всем этом вы можете прочесть в романе «Тайна озера Кучу» Владимира Топилина, который является продолжением романа «Дочь седых белогории». Здесь очень много интересных событий. Здесь показана красивая любовь. И как это все происходит, вы можете прочесть в данных двух книгах Владимира Топилина. Приглашаем вас в наши библиотеки за серией книг «Сибириада». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова